Мне бы хотелось, чтобы сегодня наша встреча состоялась вот легко, на одном дыхании, чтобы вы оставили все свои проблемы, оставили все свои мысли вот за этой дверью. И наше профессиональное общение, профессиональный диалог состоялся. Краевое учебно-методическое объединение в системе общего образования Алтайского края – это один из важнейших методических ресурсов региональной системы образования. Сегодня, когда возрождается методическая служба, когда очень много реализуется проектов, педагогам нужна консультативная поддержка, очень важна профессиональная активность педагогического сообщества. Важность той встречи, которая состоялась, заключалась в том, что мы понимаем, что только командой, только организуя взаимодействие между отделениями, можно решить эти сложные задачи, которые стоят на уровне государства. И радует, что встреча показала готовность педагогов развиваться и профессионально, и личностно. Понимание, что краевое учебно-методическое объединение и методическая работа в нашем регионе – это сердце системы образования Алтайского края. И наша задача была сделать работу этого важного органа очень ритмичным. Я думаю, что ритм в работе задан, и теперь важно ежеквартально стараться сопровождать, чтобы не было никаких сбоев, не было перебоев с функционированием. Мы это будем делать. Краевое учебно-методическое объединение по логопедии и дефектологии сегодня участвовало в проектировании работы методических объединений на 2022-2024 год. И нам удалось увидеть общий взгляд на ФГО «Стрифункциональную грамотность» и воспитание, учесть направление своей дальнейшей работы методического объединения в рамках данного направления и спроектировать взгляды дальнейшей работы. Методические встречи в тренинговом формате, особенно на заседаниях краевого учебно-методического объединения, это достаточно эффективная форма работы педагогического и управленческого сообщества. Почему? На наш взгляд мы решаем три главные задачи. Первая задача – это перезагрузка методической работы и ее возрождение. Вторая задача, не менее важная, – это стратегическое планирование деятельности, разработка долгосрочного плана нашей работы. И третья задача – это работа в команде, потому что только сообща вместе мы можем воплотить в жизнь тот план, который создали в режиме тренинга, ну и внести определенную лепту, может быть, и небольшую, в решение тех стратегических задач, которые ставит перед нами и нацпроект образования, и инициатива губернатора Алтайского края. И повышение качества образования, и воспитание личности, и создание комфортных условий для методической поддержки каждого учителя в школе. Продолжение следует...